Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы обсудим такую тему, как кровенистые выделения после секса. Наиболее часто они, конечно, присущи женщинам и у них достаточно много разных причин, но все они достаточно тревожны. Ну, во-первых, кровенистые выделения после секса могут быть совершенно разной интенсивности, и даже если они небольшие, то это не причина к тому, что можно на них не обращать внимания. Как правило, это, еще раз повторяю, заболевания достаточно тяжелые и неприятные, если у вас такие выделения начались вне месячных. Итак, какие же это заболевания наиболее часто бывают? Ну, во-первых, достаточно частое заболевание – это эндометриоз. Эндометриоз – это невоспалительное заболевание, когда, по сути дела, такие очажки, как внутренняя поверхность матки, начинают мигрировать по организму и, соответственно, начинают внедряться в разные ткани, по типу, допустим, влагалища, по типу шейки матки и так далее. И они начинают жить своей жизнью и кровоточить. Также достаточно неприятными заболеваниями является онкология женская. Сейчас, учитывая, что очень распространены вирусы капилома человека, особенно онкологически опасные, то, соответственно, такие опухоли очень часто распространены и, причем, у молодых достаточно женщин. Соответственно, всегда нужно быть онкологически остороженным, всегда при таких выделениях сдать онкомаркеры, всегда пройти ультразвуковое исследование, а при необходимости цитологическое исследование на онкологию. Потому что очень нередки, особенно при вирусах капилома человека, на шейке матки, раке шейки матки и так далее. Но из таких самых безобидных причин, это может быть просто травма во время сексуальной связи, когда просто травмировался какой-то сосуд. Но это достаточно редко бывает. Почему? Потому что все-таки половых членов не такой, скажем так, как какой-то твердый предмет по типу ножа и так далее. Поэтому здесь такие вещи бывают крайне редко, без каких-то предрасположений к таким кровотечениям. Ну, соответственно, также бывают разочные гормональные нарушения, которые способствуют тому, что месячные, постоянные, длительно текут, в том числе секс провоцируют их выделение. И, соответственно, это вот приводит к тому, что появляются такие кровенистые выделения. Поэтому всегда нужно при них сдать анализы на половые гормоны в нужной части цикла. Наличие различных полипов, как матки, так и шейки матки, приводит к тому, что они кровоточат, и, соответственно, появляются кровенистые выделения. Ну, и многие другие заболевания, на самом деле, также могут послужить причиной, в том числе, половые инфекции способствуют к истончению и воспалению тканей влагалища и проникновению через них каких-то кровяных телеоспотиклоритроцитов, в результате чего появляется кровенистые выделения. Поэтому, если у вас появились такие выделения, это, на самом деле, достаточно тревожный симптом, даже если они появились в небольшом объеме. Поэтому при появлении таких выделений необходимо обратиться срочно к гинекологу, необходимо обратиться с того, что в ряде случаев к урологу. Если такая проблема у вас случилась в Москве, обращайтесь в наш медицинский центр Платный КВД. У нас принимают опытные врачи-гинекологи, обладающие ультразвуковым методом в полной мере, проводящие грамотную диагностику, ну и, соответственно, осуществляющие плановое и надежное лечение. При появлении любых выделений после секса, обращайтесь в наш медицинский центр Платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание. Продолжение следует...